Всем приветик, мои хорошие, добренькая утречка. Ребятки, сегодня у нас 1 ноября, и мое видео будет, как говорится, день в день. Потому что сегодня у нас странно совпадение праздник всех усопших. И это фестиво, что обозначает праздник по-испански, слово праздник. Ну и представьте, конечно же, я увидела вчера очень много ребят новеньких на моем канале, да и в принципе последнюю неделю очень много было подписок. И хотелось немножко вам рассказать. Вообще-то у меня канал не новостной. Я просто веду блог «Моя жизнь в Испании». Живу я здесь уже 25 лет и, конечно, работаю на уборках. Ну и веду, конечно, два канала. Мумбанг с Татьяной Испания и вот этот ваш, как говорится, наш канал понемногу обо всем «Жизнь в Испании». Получается, если с разрешением моих подписчиков я озвучу последние новости, то, что я сегодня услышала по поводу Валенции, провинции Валенции и, конечно же, пострадавших. И, конечно, буду очень благодарна, если мои постоянные подписчики дадут мне на это разрешение, потому что это часть нашей жизни, то, что случилось в Испании. Поставьте сердечко, пожалуйста, или напишите, что вы согласны со мной, пока, допустим, будет все это налаживаться пару дней, но буду рассказывать вкратце, как, что и почем. В двух словах вам расскажу, какие еще у нас новости. Вот смотрите, сегодня у нас чудеснейший день, солнышко и, как говорится, вообще ни ветра, ничего, ни огня нет. Тихо, спокойно. Людей на улице почти нет, а вот в Валенции, ну, провинции Валенции, там творится кошмар. Сегодня уже 158 человек, ребята, погибших и еще ищут без вести пропавших. Люди без света, без воды, без интернета, без еды, и начинается самое страшное. Страшное – это паника, и когда начинают полностью взламывать все магазины, то, что видят на своем пути, и, конечно же, сакею, сакею, ну, бьют стекла, крадут, понимаете, да? И сразу вот провинции Валенции сказали, что за это будет очень серьезно наказывать. Одно дело, когда людям нужна медицина, нужна еда, а это именно сакеарить все вот такие серьезные магазины, аптеки. Ну, представьте, это ужас, что творится. Люди стоят в очереди за водой. И самое страшное, что все кричат о помощи, о помощи, и представьте, до сих пор еще не послали военных. Наше правительство, бля, вот честно говоря, вот меня вот это вот бесит, ну, пипец. Уже помогают все страны, полностью перекинули помощь, а наши никак не разродятся скинуть 500 человек военных. Представьте, сегодня только они будут делать. Уже три дня люди там бедные с ума сходят. Ну, короче, ребят, у меня, у меня пена у рта, у меня просто пена у рта. Все не спеша. Пилиция, конечно, не справляется совсем, местные жители помогают один другому. Везде нужна еда, везде на продовольствие, одежда. Ну, вообще, кошмар, кошмар. И, конечно же, ребята, советуют всем, конечно, если вы собираетесь в какой-то отпуск в эту часть, чтобы никто никуда не путешествовал. Сегодня еще вычитывалось тоже, что самолеты в Малагу, которые летели из-за ветра, говорят, тоже их как-то приостанавливают и отменяют все рейсы. За железную дорогу я вообще молчу, говорят, что-то в сторону Валенции, туда все. Ну, и, конечно же, путешествия через Валенцию тоже. Дороги закрыты, многие разбиты. И самое главное, просят людей быть очень внимательными, потому что это еще не закончилось. Говорят, что на выходные продолжается подниматься Дана наверх, где Тарагона, в ту сторону. Даже на островочке туда тоже опять. Так что, ребята, страшно. Еще ждем, если у нас здесь спокойно. Кстати, помните, я была в Португалии, да? Вот именно эта зона, там тоже будут сильные ветра именно внизу Испании. Так что на выходные может еще всяко быть, ребят. Зона Кастия и Леон, и потом уже Тарагона наверх, они, у них красная алерта. То есть ждут, говорят, думают, что может какие-то реки выйдет из берегов. Ну, короче, ребята, ждем. Еще ждем, еще не все. Конечно же, мои соболезнования. Это я в двух словах вам рассказала, но все вы наверняка читаете новости и смотрите, потому что люди мне пишут. У нас уже, как говорится, спокойно. Пока спокойно. Сулочки спокойные, потому что все люди еще отдыхают, спят. Я сегодня вышла пораньше, потому что, ну, как всегда, сегодня я иду на работу. Да, сегодня фестиву, но я иду сегодня немножко, пару частиков решила поработать. А теперь я вам расскажу, конечно, кому интересно. Кому не интересно, можете сразу. Все-таки забрали ли мою машину или нет? Да, ребятки, забрали. Представьте, женщина мне позвонила в самый последний момент, в такой тяжелый день, в такой тяжелый момент. И мою машину доставили на Ситроин вовремя. Да, я уже, честно говоря, не надеялась. Я уже записывала вам видео, но решила его перезаписать, потому что нужно было дать вот такие вот новости. Но там был треш полный, ребят. Мне позвонили из Ситроина, что машина ваша стоит уже час на проверке, и мы ничего не можем найти. Нужно подтвердить, чтобы еще поставить на три часа ее. Ну, вы поняли, это электричество, пульт управления, получается, ну да, пульт управления, получается, машины. И говорят, подтверждаете вы час проверки? Я говорю, да, сколько мне это будет стоить? Говорят, 75 евро. 75, что-то в этом плане. Подтверждаю. Потом мне звонят на три часа еще поставить. Сколько? У меня упало все внутри полностью. Ну, думаю, мать ее так лишь были, уже отремонтировали, и все. Ну, представьте, проходит 4 часа, вы что думаете, какие-то изменения есть? Нихрена, девочки, мальчики. Сейчас будет самое интересное, особенно у людей, у которых есть Ситроин, и вам на заметку. Оказывается, запчасть они нашли, которая поломана. Это пульт управления. Но дело в том, что Ситроин эти пульты уже не делает, ребята. То есть, получается, мне нужно идти забирать машину опять, понимаете, да? Забирать машину и везти ее туда, где механик, электрик, сможет ее, получается, поменять эту деталь. Потому что, со вторых, рук Ситроин не меняет запчасти, ребята. Так что, трэш. Значит, я должна опять вызывать перевозчик, автоперевозчик и искать, конечно, куда ее везти, потому что сохранять они ее не будут. Это был день кошмаров, я вам клянусь. Я моталась под дождем, когда мне это сообщили. Говорят, забирайте срочно машину. А куда? Куда ее забирать? Короче, я бегала, искала, именно нашла такой-то ер механиков, электриков, недалеко от моего дома, получается. И они говорят, слушай, девочка, дело в том, что эту запчасть мы-то тебе ее поставим, но там ее надо клонировать. Там нужен специальный код, то есть не так все легко. Давай, наверное, беги, короче, ищи механика, которая будет тебе клонировать эту запчасть. Девочки. И я набегалась, как собака, блядь, вниз, вверх. Я уже матерюсь, потому что у меня нет слов. Скажу к этому электрику, который, кажется, делает эту запчасть, будет клонировать. И он говорит, говорит, знаешь, странно, я показала фактурку, которую мне показали в Ситроине, ну, как бы они уже приготовились ее ремонтировать. Гляньте, гляньте, сколько с меня хотели содрать. Это так, на заметочку. И они поставили две запчасти, да, под вопросом. Одну поменять и вторую поменять. И этот парень молодой говорит мне, электрик, странные они, говорит, какие-то. Почему они начали с самой дорогой? С самой дорогой, которая очень редко ломается. А с самой обыкновенной, которая чаще всего, они даже ее не тронули. Ну, ребят, я уже, блядь, так устала, у меня уже сил нет. Если вам надоела эта тема, ну, это просто поучительно, понимаете, да? Ну, в двух словах, никто толком ничего не знает. Надо покупать запчасть, клонировать ее. И, короче, я договорилась на понедельничек, что начнут смотреть ее уже в другом Тайере. Тайер, это обозначает, где механики. И посмотрим, что у нас будет. Концовочка. Сколько же я заплатила за ремонт машины? Именно в Ситроине. Ну, вы так уже посчитали примерно. Нет, я спаслась. Я спаслась абсолютно. Я заплатила 153 евро. Только для того, чтобы ее поцеловали в попку, проверили и загнали полностью, посмотрели все. Все эти 4 часа. И самое прикольное, что там было написано, обратите внимание, что над ней работало 3 профессионала. Идрить, бля, налево. Я, конечно, в этом не понимаю ничего, но мне что-то такое ощущение, что они там танцевали танец с бубеном, да, вокруг нее, пока она была подключена к компьютеру. Шкуродеры. Бля, шкуродеры. Ну, я вам клянусь, я вот когда в понедельник, мне, получается, ее посмотрят, мне скажут цену, вот оттуда я уже буду и плясать. Потому что я должна ее отремонтировать, чтобы хоть как-то ее и продать потом и что-то с нее получить. Ну, ребята, которые в такой же самой ситуации, поймут меня, правда? Чтобы были тоже так же самые комментарии ваши. Таня, бросай, какая она есть. Ну, и толку с того, что мне 500 евро, что 200 дадут за нее. Толку с того, ребята. Больше мне за нее не дадут, если вот так вот бросить. Ну, если буду продавать, то, может быть, я не знаю, ну, пол цены. А уже на ходу она будет больше стоить. Так что еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Надо будет посмотреть, сколько она будет стоить. Сколько я в нее вложу. Если, конечно, будет бешеная цена, тогда, конечно, нет. Тогда, конечно, я уже думать буду по-другому. Ребятки, смотрите, уже подготавливаются к Новому году. И, как всегда, у нас здесь, смотрите, балет Щелкунчика и, конечно, лебединое озеро. Ну, я ходила в том году, девочки, кто не видел, зайдите, посмотрите. А вот на Щелкунчика хотелось бы пойти, когда это у нас, он будет 3 января. А сегодня праздник усопших. И как же испанцы празднуют этот праздник? Они идут на кладбище, конечно же, все с цветами, идут своим могилкам похороненных. Вы в курсе, да, что у них здесь нет могил, как у нас? У них есть ничус. Ничус это обозначает вот такая вот стена. И в стене, конечно, находятся усопшие. Конечно, они идут на кладбище, приводят в порядок, говорится, своих ничус. Всей семьей ложат цветочки. Ну, ребят, точно так же, как у нас, можно сказать. И потом все выходят, конечно, на улицу, отмечают, празднуют по-своему. И, конечно, в этот день, ну, у нас сегодня выходной, как видите. Люди отдыхают, прогуливаются. Но вчера, получается, у нас был Хэллоуэйн. Ну, эти все праздники, ребята, отменили. Ну, как бы отменили? Ну, я вчера видела очень много людей, детей, родителей с детьми, переодетыми, наряженными. Конечно, ребенку ты не объяснишь, что в Испании траур, правильно? В садиках им тоже не объяснят, ни в школах, но именно маленьким деткам, что нельзя, потому что люди скорбят. Конечно, все эти шоппинги, которые делаются этой ночью, они, конечно, отменены, праздники и т.д. и т.п. Всешествие красивейшее, все это было отменено из-за траура. Ну, это все, конечно, понятно. Гляньте, как красиво, да? Вот кто скажет, что у нас уже сегодня 1 ноября. Обалдеть! Солнышко, гляньте! Чудеснейший день! Честно говоря, одела кубку, думала, что будет холодно. Но я вам честно скажу, можно было спокойно идти в футболке. Сзади этого самого фонтана у нас там меркодонка. Я вижу, закрыто, ребятки. Так что сегодня все магазины у нас закрыты, наверное. Ребятки, интересно, какая у нас сегодня температура? 12,58, 29 градусов, ребятки, а? И правда, ну, прям весна, а? Весна! У меня, ребятки, боже, взмыленная, как не знаю кто. А я сейчас решила, ребятки, зайти в китайский магазин. Знаете, что я увидела? Что у меня, оказывается, закончились штанси на работку. Думаю, нам что-то такое, знаете, на повседневку себе пойти купить, посмотреть, интересно, будут сегодня наши магазинчики эти открыты или нет. Ну, что-то, мне кажется, эти будут постоянно открыты. Кстати, заценяете, да? Вся улица у нас растут апельсинчики. Видно вам, да? Вот так на бушковом свалится, а там, мне кажется, мандаринчики или то все апельсинчики. Вон еще зелененькие, правда. Вот так вот берите и кушайте, если хотите. Ну, в принципе, они и толскошкурые. Там, можно сказать, ну, невкусные, невкусные. Великая женщина элегантная, да? Простенько, гляньте, спортивный стилек такой, уже 70 с чем-то. Ну, в принципе, видно, да? Не видно, но я вам говорю. Она только что проходила, я лицо увидела. Молодцы, правда? Молодцы. Я вижу, наш магазинчик открыт. Сейчас зайдем-то поглянем, что у нас там есть. Интересно вам. Девочки, посмотрим, что у нас здесь есть. Вот такая вот ковтюха, тоненькая очень, но приятная к телу у нас 12,90. Мне очень понравился вот такой вот свитерок, девочки. Такой приятный 13,90. Гляньте, 99. Какая прелесть. И вот такие вот даже есть бежевые цвета. Ой, какая прелесть. Чудно, чудно. Так, что у нас здесь еще интересного есть? Ну, вот такие лохматики. Ну, лохматики, хай бог мылое, потому что они потом сбиваются. Сколько такие лохматики? Сейчас посмотрим. Дождите. Такие 9,90. Неплохо. Уже вот хорошенькие, гляньте, свитерочки, да? Тоненькие, тоненькие, тоненькие. Но вот эта вот наклейка, мне что-то не очень так прикалывает. 13,90 тоже. Вот такие тоже неплохие. Но опять же, вот эти вот нитки, девочки, сейчас я вам поближе покажу. Видели, да? Они потом очень сбиваются при стирке. Хотя смотрится очень красиво. 10,90. Освещение хреновое. Гляньте, вот такой тоже кофточка. Видели, да? Очень интересно, как я похожую, которую я мерила с капюшоном, помните, да? 15,99. Милашка, милашка. Ну, и вот такие в полосочку с рыбой, с костями. 12,99. И вот такие вот, тоже более такие, знаете, да? 15,90. Но тоже мягенькие, мягенькие. Классные, мне нравятся. И вот такой тоже есть. Вот такой расцветочки. И вот такой коричневый. Кстати, заметьте, какие ковтейки женские, девочки. Но опять же, если бы это не эта вязка, ух, как жалко. А вы гляньте, какие модельки. И коричневенькие, и вот светленькие. О, а это какая-то другая. Смотрите. Какая прелесть, правда? 12,99. И вот такие еще расцветочки есть у нас. И даже вот такие. Ну, это плюшевые. Тоже 10,99. Вот такие джемперы. Джемперы, девочки, или как это называется? Ой, какая она тяжелая. Ужас, а? Тяжелая-тяжелая. Тяжелючая. Вот такая. Вот подфирменная. Где-то сделана. 21,90. И это что-то такое, я не знаю, такое ощущение, что это с под матраса, девочки. Вот тоже ничего так куртейка. Правда? Сейчас глянем. 29,30 евро, короче. Говорила, да, что у нас именно на юге Испании очень много женщины носят без рукавочки. Здесь видели с капюшончиком и без капюшончика. И очень, говорится, удобно. 23,99. И они легенькие. Ну, у нас же здесь не холодно, девочки. Девочки, короче, понабирала я кучу вещей. Сейчас будем пробовать. Печеночки, я опять с обновочками. Сейчас приду домой и я вам покажу, что я купила. А купила я дохренища. Девочки, закончилось. Я шла за штанишками. Мне понравилось кое-что в магазине. Я пошла его и купила. Я задолбалась уже на себе экономить. Сколько можно. Все, теперь буду так и стараться делать. Понравилось, прилегло к душе. Пошла и купила. И все, и не жалейте. Я понимаю, что у меня работа такая маркая, правда. Не оденешь что-либо на работу. И бывает, вот сейчас, допустим, езжу по автобусам везде. Девочки, я гляну на себя, ну, жутко смотреть, ну, ядрить налево. Думаю, ни хренушечки. Хватит уже ходить. Хрень знает в чем. Вымажусь там, вымажу хлоркой. Мать ее так, правда. Девочки, будем намеряться. Маме, кстати, тоже купила кое-что.